Мы часто слышим, что раньше было лучше, люди были добрее, трава зеленее, солнце ярче, а молодежь воспитаннее. Но как оно было раньше на самом деле? Двое ведущих Шамиль и Хадижа отправятся в прошлое, чтобы узнать, как жили наши предки, чем занимались в быту, что ели и как развлекались. Четыре часа в пути, 170 километров от Макачкалы и мы наконец-то в Кубачах! Кубачах, Кубачах! А где кубачинцы-то? А я знаю, где они. На Кубачинской свадьбе женщины и мужчины сидят отдельно. Именно поэтому меня пригласили к дамам. Пригласили и переодели. Особенность кубачинских свадеб именно в том, что все девушки выглядят вот так. То есть я не виновница торжества, но я выгляжу нарядно. Все, я готова? Готова. Теперь я истинная кубачинка. Для мужчин дресс-код не столь обязателен. Они, как ни странно, в большей мере готовят, едят и развлекаются. Так и меня первым делом посадили за стол. На кубачинских свадьбах готовят на кастре в основном мужчины. Здесь у нас пирожки. Такие очень вкусные. Чуть дальше. У нас... Просудки. У меня ледок. Мы покушаем. Угу. Именно здесь я узнал, что у кубачинцев свадьбы длятся целых три дня. День невесты, день жениха и третий день. Хадижа. А где, собственно, виновники торжества? Погоди, Шамиль. Прежде надо сказать, что в третий день родственники невесты заносят приданное. А сама красавица в окружении сестер и подружек принимает поздравления и ценные подарки от гостей. Гульнара, вот это уже третий день. Вот ты не устала от того, что люди постоянно приходят и поздравляют? Не надоело? Нет, мне это нравится. Третий день я получаю подарки. Третий день получаешь подарки? А что дарят? Золото, деньги. Столько золота? А это от кого подарены? Это все близкие дарят или как? Да, близкие родные, жениха и невесты. С жениха стороны? Да, и невесты тоже. То есть свои тоже дарят? Родственники. А какой подаренный, допустим, своими родственниками? Есть кольцо тут? Покажи. Вот мне дядя подарил. Дядя? Да. Гульнара, вот у тебя тут сладости, они для чего? Эти сладости я раздаю тем женщинам, у которых мне сегодня подарки. Женщинам, да? Да. Женщинам и мужчинам. Взамен на подарки. Взамен на подарки. А какие подарки бывают? Золото. А, опять-таки, то есть они тебе золото, а ты Марс. Выгодно так получается. Сладко. Сарабанеки, я жених. Жених пришел забрать невесту? Да. Сколько мы? А вот, собственно, и они, виновники сегодняшнего торжества. Как вас зовут? Рабадан. Рабадан. Хадижа. Рабадан, ну вот, вы рады, вы счастливы? Да. Долго ждали этого дня? Да, и вы жили до конца на веки. А, до конца на веки будете вместе? Ну, это вообще, это не обсуждается даже. Я смотрю, вы так одарили невестушку. Она у вас тут вся в золоте. Чтобы так всю жизнь жила. Да, сарабанная. Я вообще-то в человеке. Да. Ну, дыша у нашей Гульнары хорошая, да? Я буду со стороны невесты сегодня. Невесте всего 19 лет, но оказаться в своем доме с любящим мужем Гульнара мечтала с детства. И сегодня ей завидуют все незамужние подружки. Ну, и по традиции заключительный танец жениха и невесты. И даже здесь не обходится без подарков. Кубачинцы, вопреки всем стереотипам о даргинцах, очень щедрые. Как тут таки? Подхватывай, Шамиль, подхватывай. Вот они, Шамиль, настоящие Кубачины. Свадьба у кубачинцев колоритная, но не менее колоритная и насыщенная традициями Кубачинское село. Здесь чтят культуру и как нигде соблюдают обычаи. Да, женщины здесь вообще, вон, любого мужчину заменят. Здесь не умирают ремесла, а только лишь процветают. Они серьезно к этому относятся. Вот, выдачь, понимаешь, что это получается. Инфраструктуру здесь не найдешь, но эти, ну, прекрасны, высокогорные кубачи. Такие комнаты есть в каждой кубачинской семье. Называются они каминные. Вероятно, из-за наличия вот такого вот камина. Ну, впрочем, надо сказать, что кубачинцы – это редкие коллекционеры. Они очень любят коллекционировать домашнюю утварь. К примеру, вот такие вот тарелки, самые старинные из них – 150 лет. Но эта коллекция привезена из-за границы. Есть и то, что они делают собственными руками. К примеру, вот такие вот каушинчики. Их женщины берут с собой за водой. Впрочем, этим я и займусь. Пойду за водой. Водопработка кубачи не проведен. И в этом нет никакой нужды. Ходить за водой – традиция, которую чтит каждый день прекрасная половина села. Нужда кубачинок превратилась в красивую привычку. Каждое утро именно за походом к воде, к колодцу, обсуждаются главные события села. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Действительно, лягушка, господи! Опять с лягушки? И я не хочу встречать с ними снова. Зима. Ну, я на опыте. С лягушками уже виделась. Поэтому придется потерпеть еще раз. Ой, мамочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, я себя переоценила. Ой, простите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не так быстро, я вас прошу, не так быстро. Я едва успеваю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам недолго пришлось идти с кувшинами на спинах. Есть и те, кто ходит так по нескольку километров. Провести воду в дом нет никаких проблем, но местные жители не спешат отказываться от такой красивой традиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, тяжело, не только мне. Эх, Фатима, Фатима! Как же так, кубачинка! Ага, обленелась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, сейчас. Пока! Пока. Это просто такое облегчение. Говорят, как груз с плеч. Это прямой смысл этой фразы. Сняла с себя груз. Зато водички принесла. Интересно, надолго это хватит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ассаму алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Как дела у вас? Как работают? Нормально, слава богу, нормально. Конечно, конечно, садитесь, присаживайтесь. Ну что, над чем работаете? Да вот. Просто все. Есть такой заказ такой, маленький. И на этом заказом и работаем. Это вот браслет. Тем временем я познавал все прелести кубачинского мастерства. Это тебе не за водой ходить, ходи же. Занятие ювелирным искусством здесь, пожалуй, самая древняя и ключевая традиция. Могу вот такую его сделать-то, а? Просто что-то нереальное. Смотрите. Все, я поступаю. Начало поставлено. Училось. Как у меня? Ходит? О, нормально, нормально идет, пойдет. Ну, почти, почти. Сколько для бухалек я догоню вас? Будем надеяться, будем надеяться, будем надеяться, будем надеяться. Дорогие телезрители, смотрите, какая у меня получается красота. Такой вот синий фон. Дядя Абдул-Халик, а вот эта вот краска синяя, куда она берется вообще? Это песючнообразная. Это не краска, это эмаль. Она не порошкообразная бывает. Она обычно бывает в таких слитках, вот таких слитках. То есть это вот эта вот краска? Да, да, да. Из этих слитков, а потом ее красишь, красишь, молотком размельчаешь, и уйдешь до порошковообразного состояния, а потом ее украдываешь эмаль. Вот. Все просто. В кубачах женщины не ходят без платков, а поэтому с ранних лет девочки обучаются вышивке этих головных уборов. Называются они Каз. Местные жители говорят, что Казам столько же лет, сколько и селу, а это примерно 15 веков. В селе там пройтись по селу без Каза, это как-то здесь осуждается? Нет. Это собственное желание, получается, кубачинок? Да. Да, вот именно собственное желание. А есть какое-то название у этого узора? Есть. Он называется Калькус. Кручокообразный. Как? Калькус. Калькус? Калькус, да. То есть переводится как крючок? Ну, как, знаете, он как турецкий огурец рисунок. А, ну да. Он примерно похож как пейсли. Ну, именно... Калькус. Калькус. Угу. Вот так вот, друзья, я вышиваю калькус на будущем платке. Примерно на таком, который у меня сейчас на голове завязан. Вышиваются калькузы нитью. Иногда это позолоченная серебряная нить. Чем больше узоров, чем стариннее пришитый подзор, тем выше ценность платка. Этот кропотливый труд знаком каждой кубачинке. В любой семье, как я поняла, да, Фадима, девочка и маленькая, и большая приобщается к этому труду. И это очень важный элемент в приданном для девушки. То есть ни одно приданное не обходится без наличия такого вот платка. Ну, он может быть разной степени сложности, в зависимости от усидчивости, да, хозяйки. Именно от усидчивости, старания и любви к этой работе. Ну, это явно не про меня. С моей усидчивостью, эх, пропадет все. Трудиться это, конечно, хорошо, но я предпочел прогулку по селу. И если быть точнее, по ее достопримечательностям. Уверен, Хадижа, ты здесь еще не была. На крутом склоне в центре села расположилась она, Кубачинская башня. Когда-то, как мне удалось выяснить, она носила оборонительный характер, и кроме нее имелось еще шесть таких. Теперь башня – это культурный объект, своеобразный музей, и некоторые антикварные предметы здесь сохранились. И неси-ка сюда. Как обычный свитер. Да. Только тяжелый свитер. Сколько здесь килограмм? 50-60? Килограмм 15-20. Но старинные кальчуги были еще легче, потому что они были кованые, они паянные. Эта кованность придавала больше прочность колец и лучше выдерживала от нападений. А вот эти выдерживают удар? Меча спокойно выдерживают. Расходится, но от отверстия сделает небольшой кожный порез, но она не пройдет брюшную полость или грудную полость. То есть я сейчас в безопасности? Да. Ну, как говорится, доверяй, но проверяй. Опасный номер, который не стоит повторять дома. Но сильнее, да, но я не чувствую. Адижа, вообще поговорил я с курбачинцами. Народ очень хороший. Ценит свои традиции. До сих пор придерживается традиции. Ну да, вот я тоже заметила. Ну, знаешь, что я заметил? Они очень сильно отличаются от остальных гординцев. У них диалект другой. Да, да, я с тобой полностью согласна, потому что, к примеру, я слышала такую легенду. Я не знаю, насколько это верно и насколько это соответствует действительности. Ну, в общем, когда-то в прошлом, то есть когда село еще зарождалось, Шамхал Тарковский попросил у короля Франции 40 оружейников. 40 лучших оружейников. Как ты понял, эти 40 оружейников поселились именно в Кубачах. Ну, если быть правдивыми в полной мере, изначально они поселились в Дербенте, но там они неужели с местными жителями и поселились все-таки здесь. То есть есть связь с французами. Отсюда и есть вот это вот… Кубачи. Кубачи – это почти почти. Да, это возможно. Никто это не исключает. Ну, и отсюда, наверное, их такая особенность интересная. Этим они и отличаются. Прогулки по старой части села Кубачи полны увлекательных находок. Так, к примеру, мы обнаружили древнюю и единственную на Кавказе женскую мечеть. Местных жителей в этой части села немного, а улочки словно лабиринт. Вот уже вечер, Хадижа. Да. Наше путешествие закончилось, к сожалению. Чем тебе запомнился Кубачи? Ой, Кубачи… Мне кажется, что понять этот край нужно здесь быть гораздо дольше, чем мы с тобой пробыли. А мне даже за один день понял. Что же ты понял? Они очень трудолюбивые и талантливые люди. Ну да, их трудолюбие где-то заложено, наверное, в руках, их мастерских золотых руках и в сердце, как говорил о них Расул Гамзатов. Он посвятил этому краю целое стихотворение. А вам, дорогие друзья, мы советуем посетить этот край самостоятельно и узнать его изнутри. Только так можно понять с Кубачи. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч. В общем, едем в Кубачи. Надеемся, чтобы получить такой насыщенный, яркий материал. Чтобы потом это не следует. Их туда люби. Их туда люби. Их туда люби. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну что я ещё должен сказать? Интересно, да? Я вот здесь, я с этой ночью куда-нибудь поеду. И их трудолюбие. И их трудолюбие. Понять Кубачи можно только так. Ладно. Скажи, что мы прощаемся. Мы прощаемся с вами. Субтитры сделал DimaTorzok